Представляете, есть простое упражнение, которое перезагрузит ваш мозг за 30 секунд. Еще только понедельник, а вы уже измотаны? Расстроенный гипофиз, вырабатывающий необходимые гормоны, может быть этому причиной. Но представьте, оказывается, вы можете перезапустить свой мозг гипофиз простым нажатием на большой палец. Не верите? Смотрите сами. Что же делать, если вы в последнее время постоянно чувствуете усталость и не знаете почему? Возможно, пора перезапустить свой мозг. Вы можете устроить себе прилив энергии, не выходя из дома, при помощи собственных пальцев. Серьезно! Попробуйте это упражнение на купрессуру и увидите изменения в самочувствии. Вот как оно делается. Возьмите большой палец одной руки и выставьте его вверх. Большим и указательным пальцами другой руке сожмите кончик этого пальца. Продолжайте сжимать и отпускать палец в течение 20 секунд. Чувствуете что-нибудь? Если вам стало чуть легче дышать носом, то вы добрались до гипофиза, который расположен прямо над пазухами. Возможно, вы почувствуете, как у вас прочищается нос. Приятное ощущение, правда? Теперь также сожмите этот же большой палец с боков, с обеих сторон ногтя. Удерживайте палец 30-60 секунд, не отпуская. Помимо ощущения в носовых каналах, вы также почувствуете небольшой прилив сил и даже ясность ума. Если вы не чувствуете ничего, хотя все делаете правильно, не расстраивайтесь, это тоже нормально. Попробуйте нажатие чуть позже или на следующий день. Проделайте это несколько раз, и организм получит сигнал, а вы ощутите разницу. Помимо усталости и тумана в голове, повседневная жизнь может приносить скуку и отсутствие мотивации. Если вы жаждете прилива энергии или ощущения эйфории, не нужно обращаться к алкоголю или опасным наркотикам. Ощущение счастья можно обрести при помощи акупрессуры. Для начала, знаете ли вы научные обоснования ощущения эйфории? Если вы когда-либо принимали лекарства, то могли чувствовать помутнение, сонливость или эйфорию. Дело в том, что лекарства вступают в реакцию с рецепторами нейромедиаторов. Что это вообще такое? Рецепторы нейромедиаторов чувствуют любые химические вещества, поступающие в организм, например, лекарства, и говорят ему, что ощущать. Но вместо того, чтобы обращаться к лекарствам или наркотическим веществам, вы можете заставить мозг вызывать у вас ощущение эйфории и счастья посредством рефлексотерапии. Вот отличное упражнение для поднятия настроения. В нем также задействуется большой палец, поскольку его кончик соединяется с головой и мозгом. Возьмите средний безымянный палец и мизинец одной руки и спрячьте их в ладони, оставив выставленным указательный палец, так же, как складывают пистолет. Эй, не стреляйте! Теперь возьмите большой палец и положите его на сложенный средний палец. Это должно выглядеть так, будто вы на кого-то указываете. А теперь возьмите ноготь большого пальца другой руки и положите на ноготь прижатого пальца. Ноготь к ногтю. Быстро потрите их друг от друга для стимуляции. Спустя несколько секунд крепко сожмите их на 20 секунд. После этого вы должны почувствовать небольшое давление за глазами и приятное ощущение эйфории. Это ваш мозг расслабляется. Ничего не чувствуете? Продолжайте делать упражнения еще 20-60 секунд. Ну, как теперь? Отлично! Вы успешно запустили свой мозг. Здорово же! Итак, вы перезапустили свой мозг. Но как это работает? Точки на больших пальцах позволяют активировать гипофиз. Эта железа расположена в голове прямо за носовыми пазухами. Гипофиз невероятно мал. Он весит всего 0,8 грамма. Это примерно как фасолина. Но пусть размер вас не вводит в заблуждение. Гипофиз руководит множеством процессов в организме. Он выделяет большинство гормонов, благодаря чему его иногда называют главной железой. Гормоны говорят телу, как функционировать. Без них организм просто не знал бы, что делать. Они указывают органам, как работать, решают, как должны расти волосы и многое-многое другое. Ничего себе! Поскольку гипофиз выпускает гормоны, контролирующие функции многих органов, если с ним что-то не так, то может случиться беда. Особенно если дело касается щитовидной железы. Щитовидка вырабатывает гормоны, регулирующие такие процессы в организме, как обмен веществ, функция кишечника, мышечный контроль, развитие мозга и даже настроение. И это далеко не всё. Если щитовидная железа работает неправильно, вы можете почувствовать усталость, измождение и набрать вес. Конечно, всё зависит от индивидуальных особенностей, генов и окружающей среды. Интересно узнать, какие ещё есть точки на руках? Сложно вас винить. Помимо больших пальцев, есть точки нажатия на кончиках всех остальных. Указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец на обеих руках соединены с мозгом, головой и носовыми пазухами. Нижняя часть безымянного пальца и мизинца – это точки для ушей. Нижняя часть указательного и среднего пальцев соединены с глазами. Кто бы мог подумать, что руки такие влиятельные? В следующий раз, когда будете сидеть за столом и пытаться вырваться из послеобеденного тумана в голове, попробуйте активировать эти точки и проверьте, получится ли у вас перезапустить свой мозг. Рефлексотерапия отличная и естественная альтернатива препаратам, и для неё не требуются особые усилия. Но знаете, что лучше всего? Она совершенно бесплатна. Активировать точки на руках довольно просто, однако важно прислушаться к своему организму и не делать ничего, что причиняет дискомфорт или боль. Если при выполнении какого-то из упражнений в этом видео вы почувствуете боль, немедленно прекратите его делать. Если же вам просто комфортнее, когда кто-то выполняет упражнения за вас, тогда сходите к рефлексотерапевту, он сделает всё профессионально. Получилось ли у вас почувствовать что-нибудь, когда вы нажимали на большой палец? Поделитесь ощущениями в комментариях. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на канал, чтобы оставаться на яркой стороне жизни.